Всем привет! С вами снова я, Мария, с канала Мария Урюпина. И сегодня я снимаю вторую часть посылок с Алиэкспресс. Итак, давайте же начнем. Я наконец-то открыла эту сложную открываемую коробку. И внутри у нас оказались наклейки. Правда, они раз в 10 меньше тех, которые я себе представляла. И также еще какой-то блокнотик или это карточки. А, нет, это цветная бумага. Вторая посылка просто огромная. По сравнению со всеми примерно 10 у меня посылок до этого было, это просто огромная. Ну, сейчас я ее открою. И кто-то здесь уже пальцем ковырялся, смотрите. Тун-тун-тун-тун. Красиво упаковано. И это вот такая вот огромная коробка, на ней написано еще «Happy Shopping». Ой, блин, она тяжелая. И сегодня первая посылка – это вот такая вот прямоугольная. И сейчас я ее распакую. Если честно, это единственная посылка, в которой я совершенно не знаю, что внутри. это вот такая вот огромная коробка. Сейчас я ее открою. Короче, здесь всякая канцелярия. И сейчас я вам подробно покажу и расскажу. И я заказала отдельно то же самое, что мне положили сюда. Или мне сейчас так кажется, что это одинаковое, но вроде это так и есть. Эти же наклейки вы видели в прошлом видео. О боже. Я могла их вообще не заказывать. Они бы и так пришли. Ну ладно, два раза лучше, чем один. Пусть будут. Причем они такие миленькие. Так, стоп. Я, кажется, чего-то не поняла. Походу, это был один и тот же продавец. Так, я смотрю сейчас на это. Это те же наклейки, которые вы видели в прошлом видео. Хотя они офигенные, но все равно они два раза. Кстати, вот они у меня под рукой. Та-да! Одной марки, судя по всему, это один продавец. Ну ладно, как я говорю, два лучше одного. Слава богу, что я еще эти не заказала. Поэтому у меня теперь эти один раз. Следующие наклейки, это вот такие вот наклейки. И в фиолетовом они, потому что сверху лежали некорды и оторвались. Ничего страшного. Это какие-то такие треугольнички. Я что-то не врубаюсь. Да, что-то в этом роде. Фиолетовые, синие, розовые, желтые, блестящие, серебряные, блестящие и желтые, розовые, блестящие. И сейчас я скажу реально что-то странное, смешное или тупое. Хотя это все вместе. Как я это называю? Цвет обоев в доме. Нет, у нас совсем другие обои, но все равно у меня как-то ассоциируется с обоями. Типа приходишь в магазин, а я спрашиваю, какой цвет вы хотите? Ну или что-то в этом роде. Так же вот такой вот степлер, что ли, что-то слово этой штуки в голову не влезает. Что-то на языке вертится. Ну, степлер, скажем так, какая разница. И судя по тому, что он вот так вот легко открывается, второй такой уже выпал. И сейчас, те, кто не знает, что это, я еще покажу, что это. Короче, берешь бумагу и делаешь вот так. Трынь. И ничего не получается. Пробую посильнее нажать просто. Да. Проблема в силе. И в бумаге остается мишка такой вот. И что отсюда выходит, остается тоже мишки. Правда, он здесь прилип. И не хочет отсюда уходить. Вылезать. Ну, короче, вот он. О, вылетел. Ой, ну пофиг, я же не знаю, где он. Следующее, это такой золотой карандаш. Я его сейчас не буду открывать. Не знаю, почему. Просто не буду. Но поверьте, он прикольный, потому что я такой уже покупала. Но не на Алиэкспрессе, а в Люксембурге. И последнее, что я здесь вижу, это... Так, сейчас я сама пойму, что это. А, я поняла. Это обложка для какого-то там дневника. Хотя немножко я ее себе совершенно белой представляла. Но, оказывается, совершенно белой оказалось не обложка, а белые листы. И офигеть, как много черных листов. Да, их реально очень много. Еще бантик они туда надели, зачем-то положили на дно коробки. Вариантин должен был быть сверху. А вот и следующая посылка. Она мягенькая. Вроде. В каких-то местах она даже твердая. И я вообще не знаю, что внутри. И да, я поняла, что это. Это плащик от дождика для Тедди. И вот я надела плащик. Это был нереальный эксперимент. Он из него, как только не вылазил, ну вот я на него натянула. Вроде бы нормально. Может быть, немножечко большовато так сойдет. Это что-то такое смешное, что ли. Я сейчас особенно смешно, как он пытается из него выбраться. Он пытается его снять. Или не пытается. Ой, как пытается снять. Тедди, подожди, сейчас я сама сниму. Открываем предпоследнюю посылочку. Вы не поверите, и это был обман. Мне прислали всего лишь одну страницу. Ладно, хоть какую-то прислали. Может быть, еще и придет, хотя вряд ли. Ну ладно, хоть это прислали. Потому что я тоже удивилась, почему так дешево стоило. Стоило 36 центов вроде. И могла такое ожидать. И наконец-то пришла последняя посылка. Все посылки приходили довольно быстро. Это пришло примерно сейчас... Сколько я уже снимаю это видео? Около месяца, не знаю. Вот, ну короче, это самая последняя посылка. Сейчас ее открою. Я уже точно знаю, что внутри. Да, это вот такие вот закладочки. С котятами. Кис-кис-кис. Мур-мур-мур. Как мило. Сейчас я, кстати, открою и посмотрю. Они идут как толстые закладки или как много тоненьких. Нет, это много тоненьких. Очень прикольные. Все супер. Если бы еще быстрее бы пришли, вообще было бы все офигеть, как хорошо. Ну и на этом было все. Это были все посылки. Если вы не смотрели вторую, первую, нет, первую часть видео, тогда ссылка будет в описании. И на этом было все. Ставьте палочки вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ждите новых видео. Я всех люблю. Всем пока.